так поговорим про бессульфатные шампуни их считают безопасными потому что они натуральные они на растительной моющей основе в их составе нет солей которые вредят вашей коже головы и волосам самая большая ценность относительно моей системы по которой я выстраиваю здоровье для своих клиентов это то что бессульфатный шампунь он не обезжиривает на сто процентов нашу поверхность даже при ежедневном использовании даже если вы помоете голову на два раза вы не получите такой же результат как при использовании сульфатного шампуня даже если вы на три раза помоете голову бессульфатным шампунем на ее поверхности останется родная природная липидная вуаль останется иммунитет и ваши волосы не будут высушены за счет обезжиривания чем хорош бессульфатный шампунь первое самое важное что он не обезжиривает то есть он не смывает с поверхности кожи головы и волос липидную вуаль поскольку бессульфатный шампунь не обезжиривает кожу это значит что он не приведет ее к повышенному а иссушению к чувствительности к зуду и различным атопичным фазам кожи к тому же он не вымывает совершенно кератиновое выпрямление все долговременные укладки окрашивание тонирование милирования это то что вы внесли в свой волос и не хотите чтобы это было вымото все эти составы вымывается не с первого раза как сульфатным шампуне а у вас вымывается достаточно постепенно это неизбежный процесс но он более соотносится с тем насколько часто например вам нужно обновить корни на волосах и спокойно вы можете там месяц сделать перерыв между тонированием если у вас мягкая основа моющая без сульфатный шампунь подходит для ежедневного использования это очень круто потому что конечно же агрессивный шампунь даже если вы используете он вам нужен не делайте это каждый день хотя бы его чередуйте с без сульфатным средством без сульфатным шампунем можно мыть голову детям потому что там вообще нет ничего агрессивного и самый большой плюс это то что без сульфатный шампунь он оставляет наш ph нейтральным да он его не смещает и он не вымывается кожи головы наш иммунитет поэтому волос остается полностью здоров при переходе на без сульфатный шампунь вам нужно понимать несколько вещей которые могут вас расстроить если я вас не предупрежу первое он меньше пенится и это хорошо чем меньше пенится шампунь тем лучше если вы совсем не разбираетесь составах не умеете читать или нет состава на упаковке просто помойте один раз голову шампунем и вы поймете хорошим он или нет натуральный шампунь он не будет давать обильную пену это возможно только при использовании сульфата из-за того что он чуть меньше пенится возможно в первые недели вам придется мыть голову два раза если у вас очень активная жирная фаза кожи головы вам нужно будет промывать ее просто на два раза со временем когда вы за счет без сульфатного шампуня перейдете нормальную фазу да и у вас тип кожи на голове придет в нормальную фазу вы можете начать мы тоже на один раз но под первой вам возможно нужно будет чуть больше использовать шампунь если вы раньше не пользовались без сульфатными шампунями то при первых использованиях вы можете ужаснуться потому что вы увидите абсолютно безжизненные тусклые ломки и путающиеся волосы это будет их реальное состояние на данный момент это то чего вы не могли увидеть ранее потому что только под без сульфатным средством мы видим правду и это правда продержится с нами примерно две-три недельки без сульфатному шампуне нужно дать время чтобы он вымыл остатки сульфатов ведь они имеют накопительный эффект и на коже головы и волосках после того как они будут постепенно вымываться они будут замещаться питательными средствами которые есть в шампуне и в вашем бальзаме ополаскиватель и возможно вы используете дополнительные питательные средства в виде масок или масла для волос и